Приветствую друзья, на связи вновь Денис Терентьев и в этом видео я расскажу вам об очень животрепещущей для многих теме, теме которая звучит так Как избавиться от срывов на сыроедении? Я вас очень сильно удивлю, при моем сегодняшнем понимании я скажу следующее При очень большой необходимости избавляться от срывов на сыроедении никаких причин я не вижу В чем здесь дело? Дело в том, что в этот мир каждый человек приходит, я понял это пару лет назад, с разными совершенно наработками, с разными возможностями, с разным уровнем духовного развития Кто-то приходит только после животного царства, по сути это животные, кто-то приходит уже с высокодуховными наработками И у тех и у других может появиться интерес к сыроедению Но если во втором случае, когда человек уже подготовлен, переход у него пройдет легко, возможно он уже в предыдущем воплощении был сыроедом То у первой группы, то есть эта градация, она как бы идет постепенно, может проявиться лишь интерес, но пока возможности психически он еще не созрел И поэтому он переходит, ему очень тяжело И в этом случае как раз срыв нельзя рассматривать как срыв, а его нужно рассматривать как необходимый шаг То есть сейчас наиболее оптимальным методом перехода на сыроедение, я считаю, три шага вперед и один при необходимости назад Это будет очень устойчивая модель во всех смыслах, очень эффективная Потому что, во-первых, вы делаете передышку для организма И при этом, когда вы, допустим, отходите на овощи, приготовленные на пару Во-первых, ваш организм перестает так резко истощаться, если он к этому не готов Во-вторых, вы делаете перерыв и с новыми силами вы делаете новый шаг вперед И поэтому эта схема, она психологически также гораздо проще для вас будет, чем если бы вы просто скрипя зубами, мучая себя, если у вас это так, ждали, когда же наступит облегчение То есть вот эта схема, она наиболее оптимальная Я также знаю массу людей, которые действительно переходят и они вообще не вспоминают, что они до этого что-то ели другое Такие люди тоже есть Поэтому людей очень разных, разных людей очень много И вот это понятие как срыв, его нужно, в принципе, из сыроедной практики исключить Это всего лишь необходимое звено как раз перехода И сколько будет длиться этот переход, это совсем не важно То есть он может длиться именно ваши попытки от года и до пяти лет Вот вы на вегетарианстве, потом на веганстве, потом на неполном сыроедении Главное, что вы двигаетесь по этому пути И поэтому я хочу вам сказать, что ни в коем случае не корите себя, если вы, допустим, поели что-то не того То есть поели уже приготовленные пищи, не нашей пищи, не сыроедной И поэтому ничего в этом страшного нету То есть самое главное, чтобы это не было постоянно А вы чуть-чуть посидели и делайте следующий шаг Я, в принципе, все свои достижения так и делаю То есть это нужно, так сказать, перетоптаться, опять подготовиться И я опять делаю следующую попытку, следующий рывок Потом я опять отдыхаю, делаю следующий рывок Так продолжается мой прогресс вперед во всех сферах жизни То есть вот так, если ты идешь на пролом, так никогда ничего не бывает Поэтому не корите себя И все идет по плану, все идет нормально Все у вас будет в итоге отлично Если это видео было вам полезным и оно понравилось Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал И до следующего интересного видео Счастливо!